Брио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин провел свой первый прямой эфир в социальных сетях. Трансляция шла на трех площадках. Эфир посмотрели больше 4000 человек и Дмитрию Демешину было задано более 7000 вопросов. Что волнует жителей региона подробнее в следующем репортаже. Еще до начала эфира в своих социальных сетях Дмитрий Демешин получил больше 3000 вопросов. Еще столько же во время прямой линии. Одна из самых больных тем в регионе – качество оказания медицинской помощи. Люди жалуются на отсутствие в аптеках лекарств и невозможность записаться к врачу онлайн. Дмитрий Демешин пообещал вплотную заняться этой проблемой, а также изменить подход к ее решению. Данная сфера будет реформирована. Мы реформу продолжать будем. Но не посредством уменьшения больниц и поликлиник, а посредством наполнения их действительно содержанием. Так, чтобы каждый медицинский препарат доходил до пациента. В ходе эфира Дмитрий Демешин рассказал, какие меры он примет по части комплексной застройки города, а также как будет проходить в будущем расселение людей из Ветхого фонда. В РИО губернатора проинформировал жителей о планах по обновлению общественного транспорта. Осенью в регион прибудут 10 новых трамваев и 16 троллейбусов. За час прямой линии глава региона ответил онлайн на 40 обращений. Все, до чего дотянется правительство Хабаровского края, все до чего дотянутся муниципальные чиновники. Мы вместе с вами, с жителями края, с социально неравнодушными людьми будем изменять к лучшему. Глава региона отметил, что, судя по большому количеству вопросов, одна из самых больных тем для всех жителей Хабаровского края – состояние дорог. По его словам, все проблемные участки взяты в работу, их малая часть уже отремонтирована. С начала июля в порядок привели 22,8 тысячи квадратных метров асфальта на 25 дорогах. При этом Дмитрий Демешин подчеркнул, что ямочный ремонт – это временная мера, а решить проблему с дорогами поможет только системный подход.